Весь оркестр, прошу, шестая цифра. Шестая цифра еще раз. Трубачевый глаз, коллеги неподелительные. Шестая цифра. Раз, два, три! Музыкальную тему к фильму «Неуловимые мстители» разобрать по партиям, собрать вместе и сыграть чисто. Такую задачу оркестру и дирижеру нужно выполнить за полчаса. Это условие экспресс-практикума. Руководил мастер-классом Андрей Балин, потомственный военный дирижер. Он подсказывал ребятам недочеты в их игре и сразу же объяснял, как лучше взять ту или иную ноту. В течение 30 минут дирижер обязан воплотить художественный замысел, выполнить все рекомендации, касаемые штриховом исполнении, добиться слаженности идеального интернационного строя, чтобы была так называемая вертикаль и горизонталь. В общем, расчленить все элементы фактуры и сделать из этого произведения конфетку. Поиграть под руководством такого профессионала посчастливилось детско-юношескому оркестру «Волжанин» из детской музыкальной школы номер 18. Ребята, которым в основном 13-14 лет, не разъехались на летние каникулы, а с удовольствием собирались на репетиции, чтобы подготовиться к такому важному выступлению. Для них это, естественно, такой новый шаг в их творческом пути, в их развитии, поработать на сцене перед такими звездами нашими духового общества. Естественно, для них это будет огромный опыт. За игрой юных музыкантов из зала наблюдал Владимир Лебусов, заслуженный артист России, профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных. Он провел теоретическую часть мастер-класса. Рассказал преподавателям музыкальных школ об особенностях работы дирижера с детскими коллективами. Я знаю, что, в принципе, можно с ними планку довольно-таки высокую ставить. Мало того, когда им ставишь высокую планку, у них интерес появляется. То есть не просто играть от начала до конца, чтобы, так сказать, пошуметь, он так говорит, да, а вот тронуть слушателя. Как подчеркнул профессор, все высококлассные оркестровые исполнители выходят из детских музыкальных школ, а потому и во время фестивалей подрастающим артистам нужно обязательно уделять время. Андрей Горгулянко, Максим Гусев, События. Продолжение следует...